Привет, друзья! Вот так проходит наш второй полный день в поселке Межводное. Сегодня где-то около 11 часов поднялся ветер, море заволновалось, но ветерок такой освежающий, нам нравится. Пусть море волнуется, можно и в нем искупаться, но вода похолодала на 1 градус где-то 22, ну 23 было вчера. Вот такая обстановка вокруг, вон там море волнующееся, вот такие облака переевые, наверное, так правильно будет их называть. Вот наш лагерь, очень много приехало местных, так как сегодня суббота, все приехали либо одним днем, либо с палатками, вот тут стояла семья, они вот уехали, ночью приехали и их уже нет, то есть утром еще не были, а вот там тоже приехали ночью, вон там с палатками стоят, то есть разбили две машины, лагерь, а может даже три, потому что он какой-то еще дастер, который приехал тоже в ночь, и я не видел, чтобы они палатку разбивали, возможно, они вместе все. Ну не знаю, в общем, это не столь важно. Вон вдалеке на крыльях вот на таких парашютах летают, катаются по волнам, может быть, кто-то со своим, но вряд ли, если бы со своим, то бы везде плавали, значит, там прокат таких вот вещей в этом платном кемпинге. А, вот кто-то сюда даже забыл поближе к нам, прям вот-вот-вот его несет, 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 смотрите как. Не знаю, видно, вот теперь видно его крыло, вот-вот-вот-вот его к берегу, вот это да, он его гасит. Немножко погасил, и дальше пошел. Смотрите, он от берега теперь отдаляется, то есть он как-то сюда, все на одном и том же ветре, он приплыл сюда, а теперь отдаляется от берега, вот он кувырнулся там, не знаю, было видно, нет. Ну, вообще, такой интересный вид спорта, адреналин тоже, наверное, там хватает. Ну вот, смотрите, в общем, приехало много местных, вот тут тоже встала машина рядом с нами. За моей спиной был кемпинг. В кемпере, то есть дом такой, на колесах. Они уехали, там уже сразу же подъехали другие, встали. Вот тут тоже местные, 82-й регион. Это все местные, вон там стоят люди. В общем, приезжают в основном все местные. Вот это, по-моему, машина тут была, вот они уехали, вот где мужчина с женщиной, стульчик пластиковый. Вот тут стояла машина или две даже, по-моему, и у них была палатка и шатер. Они прям приехали в ночь, ночью, путежничали, до полуночи, так скажем, мешали спать. Потом утихли, утром мы встали, вот палатка у них для сна уже разобрана, стоял шатер. А сейчас смотрю, они куда-то делись, пока я вот там сидел, гаджет-позаряжал, включил инвертор, аккумулятор накинул, завел машину и скачиваю видео. Достаточно долго, много видео. Ну, много весит, в общем. Самого видео, может, не так уж много по времени. Ну, вот еще покажу окрестность. Смотрите, какая красота. Если бы еще не было таких полн, вообще, было замечательно утром, море было спокойное. Вот, люди с сам доской едут, тоже местные. Вот там вот, в той стороне, вот какая-то чайка прокричала, вот в той стороне, то ли озеро, то ли лиман. И там гнездятся утки и какие-то прям, как, я не знаю, маленькие цапли, что ли, как их назвать. Ну, вот еще посмотрите на окрестности и буду выключаться. В общем, красиво. Красиво, но место такое проходное, достаточно замусоренное, так скажем. Не то, чтобы прям гору мусора, но вот кто-то приедет, бутылку бросил, оставил одну. Другой, другую, третий, третью. Ну, до следующего включения. В общем, будем, когда уезжать, что-то постараемся с собой забрать, помимо своего, но у нас очень мало места, поэтому я не знаю, что получится. В общем, постараемся вокруг себя собрать. Вот, насобирал, кстати, Рапанов, там на глубине, где-то в километре отсюда, то есть там глубина буквально, ну, я не знаю, может, километр или около того, но глубина, короче, там 4 метра я нырял, и уже на дне плоские такие, как бы камни, такая, как бы плато, как каменистое, и растет травушка, травка, водоросли, в общем. И вот рядом там в этой траве эти рапаны, икру, кстати, мечут, там икра прям на траве их рапанов, и вот рапаны. Ну, не то, что прям много, их приходится искать. Почему? Потому что они как камешки на дне лежат, плывешь сверху, и видно, ну, вроде камни, 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 ныряешь, да, камень там, к примеру, или там этот плоский камень, такой круглый, а потом раз смотришь и рапан, то есть его видно, отличить можно, но надо очень близко нырнуть, потому что водя мутная, вот, все-таки на 4 метра, так видно вроде, что-то там происходит, но ни по нему уже не разберешь. А ныряешь ближе, там на 2 метра приближаешься, и уже видно, что это рапан, раз за ним сразу, одного, второго, то есть не то, что прям россыпи у них там были. Вот там поселок Межводное, мы стоим на его окраине, вот там проходит дорога за деревьями, большинство людей останавливается вот в этих деревьях, ну, это даже кустарник, так скажем, тут кругом все отдыхают, какой-то навес кто-то организовал, люди даже под него остановятся, ну, мы не стали остановиться под него в первый день, мало ли там, может, чей-нибудь потом будут прогонять, будут неприятности, зачем это нужно, стали здесь вот, вот наш лагерь, туалет, шатер, палатка. Хотели мы натянуть сетку над шатром, может быть, попозже натянем, либо уже на новом месте реализуем эту концепцию. Вот море, дует ветерок, оно волнуется, но не сильно так, вот кто-то плавает на сад-доске, видите, сколько отдыхающих, а еще утром большинства из них вот этих вот не было, кто стоит, вдоль берега, это приехали все местные, и ни вчера их не было, ни позавчера, то есть были редкие отдыхающие, в основном стояли вот в этих деревьях, где вот этот шатер, стояли с домом, автодом, вот они как раз утром сегодня уехали, где-то часов 11, первой половины дня. Так, ну что, подойдем сейчас к морю, посмотрим. Так, вот там он, видите, летают крылья такие, люди там на досках, на них катаются, вот туда уходят уже, вот первые, вон кемпинги начинаются, там платный кемпинг, и вот он по косе дальше, дальше туда, а там, где краны видны, там мини-порт, наверное, не знаю, там находится поселок Черноморское. И в том же месте, в свое время, вот там был до 6 века нашей эры древний греческий порт Калос-Лимен. Ну что, переводится, прекрасная гавань. Неблагозвучно звучит немножко на нашем языке, но на греческом это было очень благозвучно. Вот такое море, есть тут водоросли, немножко похоже на Анапу, типа, ну не Камка, какие-то немножко другие, мне кажется, они. И они не так сильно пахнут. Вот подойдем к морю. Здесь мелко достаточно. Не как вам найти, конечно, ну похоже очень, похоже. Я плавал, наверное, чуть ли не на километр туда, в костюме для подводной охоты, нырял там, собирал рапанов, видел скатов, дышков. Ну, рыбы вообще очень мало тут в этом конкретном месте, ну, по крайней мере, мне не попадалось, пока я плавал. Вот. И там далеко, в этом километре, так скажем, глубина 4 метра. Вот все отдыхают. Там он, степной Крым располагается. Там какой-то лиман, прям за дорогой сразу. Дорога вот идет вдоль этих кустарников или деревьев, как это можно. Вот там городской пляж начинается. Ну, видит, поселок, вернее, пляж. Вот он идет, идет, идет. Опять пошли там дальше, вдалеке, я не знаю, видно, нет. Попробую приблизить. Тоже обустроены кабинки. Ну, скорее всего, это все поселок Межилодные. Мы туда не ездили, конечно, еще, но, скорее всего, заедем за продуктами. Вот такое море. Приехали мы сюда из поселка Курортное, то есть вблизи него, там рядом на границе с генеральскими пляжами мы стояли. Часть, конечно, видео сохранилось на телефоне, что туда снимали, поэтому все-таки я загружу. Останется. Приехали мы оттуда, в общем, через Керчь проезжали и становились на трассу М4 и ехали сюда. Ехали через Евпаторию, естественно, Саки, Евпатория. Где-то за Евпаторией мы уходили уже, ехали через маленькие населенные пункты, купили по дороге фрукты, овощи, там, ну, арбуз тоже взяли, персики. Соответственно, огурцы, помидоры. Все привезли, сейчас у нас все уже заканчивается. Воды купили по дороге. Вот это наш душ. Такой, накачивается он как... Как жуков травит такая помпа. Хоп-хоп, накачиваешь и... Создается давление, подключается к нему шланг. Шланг лежит в шатре. На 10 литров он внизу, там отражает температуру на гретой воды. Но я так понимаю, там типа какого-то фотоэлемента, то есть он от температуры проявляется, то есть не электроника. Это сбоку стравливать, тут такой хвостик торчит, воздух стравливать. Тут вот у нас лежат канистры. На канистре, то есть канистра 15-литровая, на ней лежит солнечная панель. От нее работает у нас холодильник, морозит. Ну вот я положил, так расположил, чтобы на солнце было... Располагался она, то есть смотрел на солнце. Уходит шатер, в шатре стоит аккумулятор. От аккумулятора уже питается холодильник. Были проблемы у нас, он разрядился, в общем, там использовали его очень часто. Сейчас стали аккуратней. Следим за его состоянием. Сегодня подзарядили. Ну вот еще одна такая вот у нас канистра. Достаточно удобная, вам скажу, вещь. В нашу машину, по крайней мере, здесь помещаются. Плоско так кладутся. Ну, в плоской поверхности кладем вниз на дно багажника. И сверху укладываем остальные вещи. Вот, удобно. Может быть, даже еще парочку прикупить вообще будет. Здесь мы сделали вот такой вот тазик поставили с водой, с морской. В нем очень многие, чтобы заходить в палатку. Ну, тут вещи наши лежат. Вот прикопали зонтик, чтобы создать такое пространство теней. Вот шатер, там Майя отдыхает, кушает. Привет всем. Вот у нас здесь такой столик кухонный, где мы храним наши продукты. Вот за сеточкой там лежат у нас овощи, фрукты, хлеб, кухонные принадлежности. Вот плиточка такая стоит, ветрозащитная. Эту купили мы в Декатлоне. Фирма или марка у них кетчуа называется. Посуду тоже самую у них взяли. Ну, как и шатер, и палатка. Вот, вещи наши, стол. Стол куплен давно, когда-то, не знаю, где-то стулья, парочка стульев у них. А один стул позаимствовали у родных. Вон там наш холодильник стоит, за холодильником аккумулятор. Тут мы не тянули импровизированную, так скажем, сушилку, веревку. Вот здесь у нас наш трон, наши сокровища. Сейчас покажу. Здесь мы сделали душ, организовали туалет. Вот биотуалет стоит. Вот у нас шланг от души висит. То есть он вставляется вниз, и на нем клавиши на психоне нажимаешь. То есть заешь давление, нажимаешь, и течет хватает. Помылся, чуть подкачал, еще помылся, и все достаточно. Достаточно экономно. То есть на троих 10 литров на день, в принципе, хватает. Если омываться после моря, когда купаешься днем, как раз будет впритык. Ну, там можно подлить. То есть так вот, примерно в среднем 10 литров на троих. Так, вот наша палатка, где мы спим. Тоже в декатлоне брали. Тут долго мы выбирали. Смотрели у многих блогеров, кто это показывал, видео. То есть снимал насчет этих вот палаток. Выбирали, думали. Соотношение цена-качество, так скажем. Вот тут спальные места организованы. Здесь наши вещи лежат. У палатки есть кармашки. Можно все сложить. Сейчас сфокусируется. Вот кармашки. Можно туда сложить вещи, собственно говоря, что мы и сделали. Включи. Вот такой у нас сифон стоит там, если видели. Если попал он в кадр, на бутылочку ставим. Шланг заряжается. И сверху у него кнопка. Ну, как она такая, как это сказать. От фотоэлемента пальцем проводишь. Хоп. Она сработала. Пошел качать насос. Провел обратно. Теперь и стал качать. То есть мы там моем посуду, фрукты, руки. Так, сейчас сфокусируется. Вот наша спальная зона. То есть конкретно моя. Ну и такая же у моих. У супруги, у сына. То есть у них только два там матраса. Матрас надувной. Под ним лежит пенка туристическая. Спальник. Ну, подушки. Тут тоже есть кармашки. Вентиляционное отверстие. Либо целиком закрыть. Сеточка. Вот она. И там можно рукой регулировать. Вниз опустил. До земли. Все, ветер как бы сильно не дует. То есть оттяжку палатки сейчас снаружи выйдет. Показал. Вот. Оставил сеточку. Прохладца, так скажем. Вентиляция. Так, вот она у нас снаружи. Прикреплено. То есть рукой что снаружи, что снутри. Хорошо берется. За петельку опускается. И регулируется. Вот. Ну что, по нашему лагерю сняли. Завтра мы собираемся. Уезжаем на новое место. За поселок Черноморское немного. Тут где-то примерно 40 минут езды. Ну, пока заедем в магазины. Купим воды, еды. И дальше в путь. А сейчас посмотрим на стоянку и на море. Вот отдыхают люди. Большинство разъехалось. Кто-то остался в ночь. Папа, пьем я! Тут еще даже он купается. Море волнуется. Вообще обещали на эти дни. То есть вчера, сегодня, завтра. Обещали, что будут шторма, грозы, ливни. Ну, возможно, то есть. Где конкретно не сказали, по всему Крыму это обещали. И даже град. Но пока, пю-пю-пю, слава богу, самилово у нас. Такие ненасти. Но видно, что где-то проходят такие грозы. Вон, что-то волнуется море. Не прям шторм, но. И неспокойные. Вот люди отдыхают. Приехали. Еще здесь люди. Ну, большая часть, конечно, разъехалась. Перед нами все тут было заставлено. Но уже никого нет. Вот те люди были. Вот приехала целая компания. Большая. На трех, по-моему, автомобилях. Поставили огромный лагерь. Там у них тоже и холодильник, и воды. Питьевое полно. И техническое, наверное. Посмотрим на море. Закат. Конечно, облака скрывают. Закат. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ночь испортилась. Задул ветер. Или западный, или северо-западный. Вот. Кстати, народ частью ехал. Тут стояла большая компания, по-моему. Там с палатками вот на этом месте и уехали. Какая-то ночь газель подъехала. Вот сюда. Среди ее. Грузовая тоже уехали. То есть они просто остановились. Постоял там человек, поковырял с капоти и стих в машине. На ночевку что-то и заехал. Не знаю, прям так. Странно даже. Вот такое море штормящее. Мы собираемся съезжать с этого места. А куда дальше, не знаем. Хотели поехать за Черноморское. Но теперь не знаем. Потому что штормит. Может быть, жилье снимем где-нибудь. Вот в самом Черноморском. На два денька. И потом дальше уже путь. Стоянем с нами машина встала. С местными номерами. А там еще Skoda. Они вместе подъехали. Вчера кто-то стоял и уехал. Наверное, рано утром уехали. Потому что вчера они еще были. А теперь вот новые люди. Там как все быстро меняется. Вот такая дорога. Рядом с нами располагается. Ту-сел в сторону поселок Межеводное. Вот как раз видна часть отдыхающих. Дорога достаточно хорошего качества. Отличная, я бы сказал, даже. Для проселочной дороги. Вот в сторону кемпинга вид. Вот там стоит вывеска. Знак дорожный, что село заканчивается. Вот такие тут птички кричат. Не видны. А, вон она беленькая ходит. Типа чайка, не чайка какая-то на длинных ножках. Не чайка нет. Как цапелька маленькая на длинных ножках. Не знаю, видно вам или нет. Попробую приблизить. Нет, практически не видно ее. Вот мне видно. Не знаю, через камеру видно, нет. Вчера было больше птиц. Были уточки. Сейчас где-то они все спрятались с утра. Ну, в общем, вот это такое озеро. За ним еще одно. И где-то за ними обоими село Водопойное. Ну вот, закончилась наша стоянка в поселке Межводное. Вот тут отдыхают люди. Вот мы собрались выезжать. Выезжаем мы в сторону поселка Черноморская. Заедем на заправку. Чуть-чуть плеснем бензинчику. И пойдем по магазинам, по продуктовым затаривать с продуктами. И дальше за Черноморской полчаса езды. Там стояночка, рочище какое-то. И пляж. Там, по-моему, уже скалы будут белые такие. И завистняк. Ну, посмотрим. В общем, едем в сторону Черноморского. Пока Межводное. Ну, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok